На тот момент альтернативы Назарбаеву не было? Чингисхан уничтожал всех предателей, а тут он предал своего наставника, даже на похороны к нему не пришел. Эта система, которая была создана Назарбаевым, это самая грязная, нехорошая система. Будет уничтожен весь Балхашский район Ламатинской области. Это будет страшный вал, который будет сносить все населенные пункты. Сейчас 44% ледников уже растаяло, то есть воды практически не будет. Но сейчас идет потепление климата, и катастрофа грядет очень стремительно. Китайцы хотят там 50 заводов построить. Это будут самые грязные производства. Все считают, что это ТЭЦ-2. Да ни хрена, ничего нет. Мало того, сейчас Алмата сейсмичность сумасшедшая. 12 баллов. Власть не слышит, она вообще глухая ко всем разумным вещам. Здравствуйте, уважаемые зрители. Вы на канале «Голос народа» и с вами ее ведущий Роман Абдулла. Сегодня у нас в гостях председатель экологического союза Казахстана Мэлс Хамзайвич Ильюсизов. Мэлс Хамзайвич, добро пожаловать. Мы очень рады вас видеть в здравии. Спасибо, что нашли время, пришли к нашу студию. Сегодня мы с вами хотели бы поговорить в целом про экологическую ситуацию в Казахстане, о ее проблемах, о ее последствиях, о ее причинах. Ну и начать, наверное, наше интервью мы все-таки хотели бы с истории. Вообще, почему вы пришли к этому. Давайте обернемся в те времена, когда Казахстан еще был в составе Советского Союза. В 80-е годы, если не ошибаюсь, вы тогда уже занимали руководящие должности. И вы говорили, что в 89-м году вас исключили из коммунистической партии. Почему? Ну, у нас случилось... Я работал замдиректора мысльного Казгипроводхоза, это крупнейший институт был в Казахстане по проектированным водохозяйственным сооружениям. И вот в 88-м году прорвался накопитель Жаманкум. То есть все канализационные стоки сливались в эти два озера, Сорбулак и Жаманкум. Жаманкумм 30 миллионов кубометров, небольшое озерцо было, но оно прорвалось. Образовался мощный такой проранг, глубиной 60 метров, 200 метров ширина, 8 километров длина. Он влился в эту реку Каскеленку, пошел по пути, смыл дорогу, в смысле мост через автодорогу, которая идет к Общегаю. И следующий мост был железнодорожный, его он снес. Вот тогда погибло 13 человек, могло быть погибли очень много, если бы машинец поезда не остановил, шел пассажирский поезд, то он бы нырнул и все, тысячи жертв было бы. Я на другой день туда поехал, посмотрел, ну, потрясло мне, конечно, увиденное. Я вот, после этого нам было задание срочно заняться проблемой Сорбулака, потому что он начал поднимать уровень, потому что второго озера уже не было. Начали там с дамбы, ну, я увидел все многие ненужные вещи, как говорится, в дамбе, в этой необходимости ее. Я выступил против этого, фактически я пошел против института, против министерства обилизации водного хозяйства, такое было министерство. Меня исключили с партией, уволили с работы. Вот как раз в 89-м году я, значит, попал на прием к Колбину. Колбину? Да, это был первый секретарь ЦСКА в моем партии Казахстана, который заменил Димаша Камедовича Кунаева. Вот я был 3 апреля у него, 89-го года, а от 13-го, по-моему, апреля меня уволили с работы и исключили из партии. Конечно, это меня сильно потрясло, но без партии в то время ничего не делалось, как говорится. И тут началось, значит, движение Олжеса Умаровича против атомных взрывов. Я помогал ему в выборной кампании, он баллотировался депутатами Верховного Совета СССР. И после этого я создал эту общественную организацию, экологический союз, ассоциативные предприятия Казахстана, Табихат. Который по сей день работает? Да, по сей день мы работаем. И в чем особенность нашей организации, что мы давали решение проблемы. Не просто говорили, есть проблемы, а говорим, как надо решать самыми оптимальными, самыми недорогими способами. А многие наши проекты, они просто экономически целесообразные, то есть выгодные. И много о чем сделано. Поэтому я начал бороться с этим делом. 35 лет назад мы разработали проект. Но до этого, после наших выступлений, ну что я только не делал там, в принципе. Значит, был спроектирован где-то в 95-м году, по-моему, построили, в 93-м, правобережный Сорбулагский канал. Ну и фактически создали вторую проблему. Это как-то немножко решает, так сказать, летом вода идет правобережная, а зимой, потому что там все может перемерзнуть, идет Сорбулаг. И уровень Сорбулага колеблется. Если там было 30 миллионов, здесь миллиард километров. Это один кубический километр. И вот там мы давали рекомендации. И дали предложение, как решить. Но вот все эти годы, как об стенку горох. Власть не слышит, она вообще глухая ко всем разумным вещам. Эта система, которая была создана Назарбаевым, это самая грязная, нехорошая система. Я мог круче говорить, но учитывая нашу передачу. Вы можете открыто говорить, да, мы не стесняемся. Самое главное, мы приветствуем именно достоверную такую информацию. Я никогда не врал, в этом моя и сила, может быть, но где-то и слабость, что система не воспринимает меня. Но у нас все предложения разумные, абсолютно они. Вот я говорю, за 35 лет я не отказался ни от одной идеи, потому что они все реально могут осуществиться. Очень экономичные, мало того, даже прибыльные есть. И решают глобальные проблемы. Допустим, сточные воды, они везде есть. Но у нас она особенность имеется, что у нас нет, если, допустим, за рубежом они очищаются, сбрасываются в реки, оттуда в моря, то у нас такой возможности нет. У нас накопительная система. Озера появляются? Да, появляются озера, и куда стекают все канализационные стоки города и принадлежащих населенных пунктов. И мы дали хорошее решение, получили даже два патента. Это разумные до сегодняшнего дня. Вот сколько лет, уже лет 15 я поднимаю этот вопрос. Никому не надо этой власти. Они глухие совершенно. Ну, сейчас я снова, сейчас вот ситуация, допустим, если прорвется накопитель Суарбулаг, то будет уничтожен весь Балхашский район Ламатинской области. Часть Ильийского. Потенциально сколько людей живут в этом районе? Ну, наверное, 1070 есть. Все населенные пункты их не будет просто. Это будет мощный каньон. Вода всех сметет? Конечно. В условиях селя одна частица воды захватывает 55 частей грунта. Это значит 55 миллиардов кубометров. Это 4 Копчегайских водохранилища. Если объем Копчегайского водохранилища, это примерно годовой сток реки Ильи. Ильи. А тут их 4 пойдет в кратчайший срок. Ну, дня за 2, за 3 он достигнет Балхаша. Это будет страшный вал, который будет сносить все населенные пункты. Уровень Балхаша резко поднимется? Нет, это, конечно, один кубометр, то есть один кубометр для Балхаша не очень заметен будет. Но не будет населенных пунктов. И будет, в общем-то, заражена вся территория. Балхаш сам в таком угрожающем состоянии находится. Ибо средняя глубина всего 6 метров, но площадь очень большая. Это практически испаритель. То есть вся вода, которая приходит, а 80% воды Балхаш приносит с рекой Ильи. Остальные речки вот эти 20%. Но сейчас идет потепление климата, и катастрофа грядет очень стремительно. Допустим, это вся ледниковая вода, она просто кончается. Это значит, летняя вода, ее не будет. Вот сейчас видно по нашим речкам. Раньше это был бурлящий такой поток, свежий, прекрасный воды, прозрачный, красивый такой. А сейчас почти канализация там протекает. Потому что многие частники там наверху построили здания и сливают туда свои кондиционные отходы. В общем, трагедия назревает очень стремительно. Поэтому проблемы очень серьезные. Очень серьезные, большие. Но их надо решать комплексно. Ни одна проблема не решается с гухтой барахты, как говорится, одним способом. Она всегда связана с другими проблемами. И поэтому здесь должны быть серьезные, продуманные планы, как решать эти проповедения. Казахстан изобилует самыми большими проблемами. Это проблема Каспия, проблема Орала. Нас бьет очень сильно. Потому что пыль поднятая со дня Орала на 2500 километров прилетает на наши ледники. И топит их. Сейчас 44% ледников уже растаяло. Оставшие еще быстрее будут таять. То есть воды практически не будет летом. А все реки, все наши жизни, в общем, за счет горных рек. Проблемы с водой даже в Таджикистане есть, в Киргизии увеличивается. Там и Сыкуль начинают пересыхать. Сочи уменьшаются в объеме. Одним словом, очень много проблем. Глобальные климатические изменения уже в процессе? В процессе. Активно. Сейчас как раз пошел процесс активного воздействия этого потепления климата. Всего на полградуса поднялась температура Земли. Но Земля, наверное, настолько человек это не чувствует, а Земля чувствует. И тают бешено ледники. Я даже проводил в 2011 году, во время зимней нашей Олимпиады, восхождение на пик Хантенгрио. Но до этого мы поднялись на вершину, безымянную вершину, назвали ее пик Астана. А после этого я специально ее нашел, чтобы посмотреть состояние ледников. И мы в январе месяце, как говорится, поднялись, экспедиция наша, значит, на вершину Хантенгрио. Это самая высокая вершина, в общем, северной части Земли. И это показывает, видно, в каком состоянии находятся ледники. Жутко смотреть там. Толщина где-то 10-15 метров глыба, но она уже вся в дырках, чтобы можно ходить под ней. Жутко смотреть на это. Поэтому проблемы возрастают. Вы говорили, что встречались с Колбином в 1989 году. Вот на Ваше ощущение, так скажем, на Ваш взгляд, Колбин, у него были какие-то действительно цели, задачи, сделать с Казахстаном что-то хорошее? Да нет, выдающего вообще ничего не было. Не видно было. Да и итог его работы еще хорошего не было. Ну, это обычный функционер монопольной партии. В отличие от Кунаева, он намного ниже был. Кунаев – это великий человек. Это академик, ученый, хорошо знающий проблемы, умеющий решать их. Вы с ним были знакомы, с Кунаевым? Лично, да. Я дважды с ним встречался, правда, не во время его работы, а вот когда его уже убрали, как говорится. Это очень такой приятный, вообще не человек, очень скромно живет, квартиру у него там, скажите, сколько там, комната 4 там было. Очень хороший человек. Он Казахстан поднял, более 50 заводов он построил. То, что первый президент Казахстана, Нурсултан Назарбаев, является продуктом Кунаева, это действительно так? Ну, конечно. Это Кунаев его вытащил из Караганды, как говорится, перетащил к себе. На разных должностях был. Но он стремительно рос, он умеет. У него была возможность подходить к людям, как говорится, Назарбаевым. Очень хитрый, очень коварный человек. Назарбаев? Да. Ну, даже, я считаю, это крайне безнравственно, когда Кунаев умер, он даже не пришел проститься с ним, как говорится. На похороны не пришел? Да, на похороны не пришел. Это, в общем-то, это как раз показывает безнравственность такого человека. Ну, сейчас многие начинают там, говорят, вот он что-то сделал, там, где-то, ну, уже так, уже скромно, не как раньше. Вот, давайте вот так возьмем, значит, уничтожено сельское хозяйство. Это преступление или так должно быть? Кто ее уничтожил? Назарбаев. Как? Ну, очень просто, разрушил все колхозы-совхозы. Ладно, совхозы там он разрушал. Советское хозяйство. Но колхозы-то это кооперативное хозяйство. То есть, рыночное, можно сказать. Что их трогать-то было? Это были управляющие центры. Люди работали, знали, что будет завтра. У них никаких проблем таких не было. Они жили прекрасно, у людей было настроение и все остальное. У нас немцев было полтора миллиона, они все работали в сельском хозяйстве. И на них практически держалось-то сельское хозяйство. Это вот вся техника, все электрики там касают ее. Ну, любая специальность сельского хозяйства, связанная с техникой, это были немцы, фактически. Но они уехали. За ними часть русских уехала. А казахи как были, по своему мнению, баранами, так и остались. Образования никакого. Это беда. Это страшная беда. И сейчас положение вообще критическое. Наши капиталисты не смогли сделать наше сельское хозяйство полезным для народа, что ли. Потому что они выращивают, это в основном зерно, они его, так сказать, продают на внешние рынки. А наше хозяйство все погибли. Сначала начали с того, что отобрали землю у пристен. То есть эти пастбище. Это не их частная собственность была, это была, каждый населенный пункт, а своя была зона, где они пасли своих животных. Вот я говорю, тогда, в советское время, 82% мяса давало сельское подворье. То есть жители села, они выращивали все. Если, допустим, колхозы, совхозы, там они занимались крупными фермами, крупными птичниками. И в основном они производили корма для них. То частный сектор производил все остальное. Ягоды, фрукты, там проще. Это в основном у них было. И они с этим прекрасно справлялись. Это фактически экологически чистый продукт был. Вот отобрали землю, народ обнищал, побросал свои села, вот забили города. Вот я просто всегда пример такой. Вот Америка, там 360, по-моему, миллионов жителей. Вашингтон как был, 600 тысяч, так и стоит все эти вот. У нас 18 миллионов, мы делаем, значит, сейчас, не знаю, сколько, больше миллиона жителей в этой Астане даже. Алматы – это вообще кошмар. Фактически все селяне сейчас города забиваются. Это тоже придумано властями. Тот же проект, там это китайцы хотят там 50 заводов построить. Но никто не сказал, еще не показал ни одного завода. Никого не обсудили. Но подготовились с почвы, то есть народ сгоняет, чтобы они не мешали. И будут строить эти заводы, хотят, по крайней мере. Но надо их, пусть положат, покажут народу, что за заводы, что они дадут и какие-то. Но я не думаю, что они самые высокие технологии вот здесь, значит, реализовывают. Это будут самые грязные производства, которые там мешают им. Поэтому очень нехорошая система. Потом производство все. Я был исполнительным директором Союза промышленников Алматы. Я знал все наши заводы Алматы. И были прекрасные заводы. 20 лет октября станкостроительные. 40 стран мира поставляли продукцию. Казахстан поставлял по всему миру станки. Это же нонсенс. Такого не бывает во мире. Вот такая страна, и так вот она работала. Именно техника, значит, производство станков. АЗТМ тоже для всего мира делал производство. АХБК весь Казахстан обеспечивала вообще-то бумажные продукции. Сейчас нет одни. У нас сейчас одни базары. Мы сейчас крупнейший, так сказать, базар Китая. Именно базар. Всякое, еще такого нет. Это все, по крайней мере, было в советское время. Даже вот толгары, если кто-то в маленький заводик стояли, они что-то делали. То ли гвозди, то ли еще что-то. А сейчас только завозное. И весь народ у нас сидит на базарах. Мужики там, значит, таксуют. И стоят на вахтах всевозможных. Кузят шли рынкой. Это позор для страны, в принципе. Ну и обнищание очень большое. Но основа, конечно, в безграмотности населения. За 30 лет уничтожили. Кто образование уничтожил? Тот же Назарбаев. Откуда? Ну, это первое лицо. Он должен был где-то сопротивляться, где-то что-то стоять. Ну, они быстро... Потому что Запад им что говорил, они это все делали. Это самая безнравственная система. И им наплевать на судьбу страны. А сейчас им стать срочно миллиардерами. Только не знаю, зачем им столько денег. Вот, допустим, миллиард. Нужно каждый день, если тратить по миллиону, нужно сколько, три года, что ли? Ну, пусть даже два года. Каждый день. Но он с ума сойдет. Тратить каждый день по миллиону. Но это все шизофрения, чистая вода. Заводов ликвидировали. Все у нас было. Остались только те, которые нужны были хозяину. К тому же Назарбаеву. Вот под его крышей они работали. Вот был период, когда про Кунаеву вообще ничего не говорилось. Почему? Ну, ревность. Потому что народ-то знает, чтобы Кунаев много сделал. Очень полезного. В условиях даже мощной Москвы. Все через Москву делалось. Через ЦК, через Совмин СССР, Госплан СССР. Но он находил возможность. Его понимали. Он производил. Создал заводы. Создал рабочие места. Самое главное, была уверенность людей в завтрашнем дне. Сегодня этого нет. Люди просто сейчас какие-то зомбированные, шокированные ходят. Особенно с этими кредитами. Замордовали народ по полной программе. Зарплаты не хватает ни на что. Даже в прошлом году учебный сезон. Перед школой. В этом году такая же будет история. Сейчас в Албате не так много народа. Сегодня сейчас у бабушек, у дедушек находятся дети. Завтра поедут. Доги даже одеть не могли в прошлом году. В школу. Настолько это все дорогое. Никто не регулирует эти цены. И с того ничего не возникает. На заре независимости в 1991 году, когда Казахстан набрел независимость, первым президентом стал Нашултан Назарбаев. На тот момент альтернативы Назарбаеву не было? Да почему не было? Были у нас. Ольбеков был очень сильный, кстати, руководитель. Назарбаев более верхен, хитрый, как этот. Я говорю, Чингисхан уничтожал всех предателей. А тут он предал своего наставника. Он даже на похороны к нему не пришел. Нет у меня никакого уважения к нему. И вина за нем лежит. На его семействе, на его окружении, на его подвижниках. Вокруг него все формировалось. В 1995 году поменяли конституцию в Казахстане. Почему в то время население страны, Казахстан? Нет, населенное привыкло. А жить у них, в общем-то, даже несколько дали были такие, как сказать. Они не умели воспринимать. Хорошо жили они, в принципе. Хорошо без всяких, не вот этих извращений, как сейчас, допустим. Там сверхдорогие, там, значит, сверхдорогие машины, жилье там в пять этажей. Жили скромно достаточно. Но у людей не было вот такого. Ну, нам всегда говорили, что это самые худшие года были. Ну, говорят-то они все говорят. Они Советский Союз видеть не хотят. Это наши вот эти вот капиталисты. Но это не те капиталисты, которые своим трудом что-то делали. Это все прихапавшие. И ничего не смогли сделать. Сплошная, вот, кстати, передача собственности с одних рук в другое. Перепродажи. В начале 90-х жизнь была лучше, чем сейчас? Она не была такая, так сказать, ну, показная. Это было нормально, так сказать, люди, так сказать. Никто сильно не страдал. Ну, были моменты, которые, так сказать, может и были. Но люди-то понимали, что это все нормально. Ничего страшного в этом нет. Переживут. То есть никому не было интересно, что там с Конституцией происходит. Кто будет у власти сидеть. Ну, вот эта монопольная система, если она на политическое, как раз и делает людей вот безразличными. Иждивенцами такими. Многие вещи государство за них делало. Она не давала им четкого разъяснения, как чего это делается. Ну, и считали люди, что все нормально идет. А тут раз, собираются три вот этих мудака, можно сказать. Лидер Украины, Белоруссии и Ельцин. И вот они разрушают страну. А это была сильнейшая страна. Люди тогда, вот, не было понятия национализма, там, всякого такого. Все люди одинаково чувствуются. Даже не спрашивали, какой ты национальности, какой у тебя язык. А сейчас это извращение идет. Вот друг на друга натравят. Он даже Украина, Россия. Это же кошмар. Два самых близких народа, это как мы, гиргизы. Но идет убийство. Уничтожается и самая активная часть населения. Молодежь. И, так сказать, чуть постарше. А так все это все люди, которые должны были создавать новую Россию, новую Украину. И к нас тоже толкают. Ну, это понятно. Сейчас это американские интересы. Они всегда сидели, наживались на этих войнах. И на Первой мировой войне, и на Второй. Они практически не воевали, ничего не теряя. Кстати, не погибало у них. Но вся их промышленность, вооружение работала. И сейчас то же самое. Подстроили два родственных народа, и они друг друга мочат. И у нас хотят они это организовать. И сейчас пошли вот эти всякие разговоры. Одним словом, надо народу просыпаться, в конце концов. Они уже немножко проснулись, конечно. Но самое страшное, это последствия могут тяжелые быть. Какие? Ну, революционные процессы могут. Новый хантар, это может появиться. Потому что реального нет ничего. Как поднимались цены. Как он... Ну, сейчас я вижу, допустим, я живу в таком... В бедняцком районе Алматы, как говорится. Людям трудно даже накормить своих детей и прочее. Астрономические цены стали. А это ничему хорошего не приведет, конечно. А любая революция отбрасывает общество назад. В старом Казахстане очень модно было разрабатывать различные государственные программы. Казахстан 2030. Казахстан там должен войти в 50 развитые страны. А это все, это я говорю, это все болтовня чистой воды. 20-30 лет там как-то... Они даже на 3 года не могут планировать-то. Что на 30 лет там захотелось планировать? Это полная абстракция. Тем более, что на примере-то совсем другое происходит. Мы вот несчастны... Ну и нефть кончается, и все природные ресурсы уже кончаются. Завтра что делать? Тем более, у нас сейчас уже 4% территории превратились в пустыни. За счет вот этого потепления климата. Это примерно столько же, сколько всех лесов в Казахстане. Но эти подонки, которые, так сказать, на этом бизнес делают, они поджигают его, еще уменьшают. Был период, когда вот мы у нас... Ленточные бары такие были. Вот они шли. Это как раз пока ледник шел. Были ледни, по-моему, в периоде. Вот они там образовались. И потом росли. И вот их уничтожили же очень быстро. Самым варварскими способами. Вот эти пожары, это тоже не случайность. Это бандитизм против природы. Не то, что там... Но это и против людей. Люди — это частица, маленькая частица природы. Но они стали главными врагами этой природы. Уничтожается все. Не думают ни о чем. Это созданная Назарбаевым система. Ничего другого нет. Сейчас вот вы про Назарбаева сказали. То, что это все вот эти проблемы, последствия — это результат его работы. Но вот в одном из выборов президентских вы проголосовали за Нурсултана Назарбаева. Ну, это как раз единственная вот такая вот... Ну, как это? Это неправильно выраженный мой протест был. У меня были ребята, которые в Центр-Избиркоме. Я получал от них это. Ну, это на день выборов. У меня уменьшались голоса. Вот такое впечатление, что человек проголосовал сначала, а потом пришел снова, забрал свой голос. Это же охренение. Количество голосов уменьшалось? Это меня сильно возмутило. Ну, и вот так говорю, ну, на тебе еще мой голос. Но я при этом же никого не призывал там отдать за него. То есть пойти, как я там, и все такое. Это было мое просто такое пренебрежение. Конечно, это неправильно я сделал. Не надо было таким образом выражать свое негодование, как говорится. Но ее каждый раз пытаются зацепить. Ну, другого у меня ничего нет. Никто не может сказать. Я спокойно живу. Я знаю возможности этой системы. Вот я шел-то на выборы. Я всегда участвовал во всех выборах. Вот этих местных. Ну, как, по-моему, в мажоритарной системе у нас было. В это время меня никто не может арестовать, посадить. Я могу рассказывать все, что хочу. Но я никогда, так сказать, не будоражил народ. Но говорил все, что хочу. Думал. А пошел в президентский выбор. В 1999 году началось это, в общем-то, первый раз я захотел. Меня арестовали, посадили на трое суток. Я уже не имел права, так сказать, являться кандидатом в президент. А потом, значит, в 2005 году наша оппозиция говорит, нет, мы бойкотируем, мы не пойдем на эти выборы, мы им не верим. Этой власти. Ну, это меня возмутило. Как еще, ребята, это как раз то время, когда каждая партия должна работать. Это есть возможность привлечь людей, там, значит, рассказать о своих планах, значит, о своих сделанных вещах. Работать с населением, чтобы привлечь их в свою партию. А вы бойкотируете. Я пошел в Центр-Избирку, и мне сразу, в смысле, сказали, не возражают. Я участвовал в выборной кампании. Я вел себя так, как нужно. Многое люди узнали. И вторые потом президентские выборы точно так же. Но на третье уже не пустили меня. Они поняли, что слишком я прямо говорю во всем. Поэтому нужна серьезная партия. Вот монополия, мы говорим. Любая монополия, где бы она ни была, это она отбрасывает назад. То есть она деградирует. Та отрасль, которым они занимаются. Монополия в культуре падает. Монополия в образовании то же самое, что сейчас происходит. В промышленности, в других вещах. Но самое страшное, это политическая монополия. Мы фактически во время войны Великой Отечественной монополия была оправдана. Там нужно было четкое исполнение приказов. Это война идет. Там шутки плохие, как говорится. Ну а дальше монополия начала послевоенное все это чиновничество. Они диктовали все, что хотели. Вот монополия партии это самое вредное. Должна быть 2-3 партии, по большому счету. Ну может быть хоть сколько будет. Но это люди должны сами выбирать, за кого они хотят проголосовать. И пока не будет 51 процент, допустим, в парламенте, во время голосования, это партия нужна для того, чтобы выборы проходили нормально. То есть принимались правильные законы. Сейчас они делают законы только под себя. Вот это существующая власть. А нет и альтернативы. Вот если была бы вторая мощная партия, вот тогда уже, сказать, они бы не смогли. Вот сейчас у нас в парламенте их много. Ну это все, это же нет, даже они ничего не решают. Ну пусть хоть их сто будет. Кстати, вот почему за вот эти вот 30 лет независимости, да, в парламенте не было ни разу серьезной экологической такой, скажем, с повесткой партии? Ну экологическая им не нужна вообще. Потому что экология, она, во-первых, затратная, если по большому счету. Потом это им отвлечь, они должны постоянно отвлекаться. Проблем много экологических. Это связано с водой, там, с другими социальными, другими проблемами полностью. Это все тоже экология. Экология это вообще системная наука. То есть там, чтобы стать хорошим экологом, надо знать физику, химию, географию, что там еще, биологию, зоологию, астрономию, медицину. Видишь, вот без этого она все перемешана, понимаете? Это комплекс, мощнейший комплекс. И мы частицы этой природы. Но самая, самая вредоносная природа. Безграмотность людей, особенно, это вообще кошмар. У нас сейчас телевидение просит, пропаганда. Ну всякую, 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 всякую. Концерты бесконечные, дешевые шутки и прочее. А об экологии молчат. Хотя это должно быть мощным пропагандистским аппаратом. Мы должны учить людей, как выживать-то, в общем-то. Обживать нам сложно. Громадная территория с полезными ископаемыми, но с мизерным количеством людей. Вы говорили, что программа по переработке мусора – это великая афера. Это было лет 7 назад, если не ошибаюсь. Ну афера в чем она заключается? В общем-то, в основном, при поддержке, это все коррупционные системы полностью. Они занимаются, вот все перевозчики, ну, допустим, в Алматы такая тартыка есть, допустим. Они поднимают тарифы, народ страдает от этого, но они прекрасно живут. Они только занимаются спалками. Вокруг Алматы, вот сколько там, 9 спалок было. Сейчас не знаю точно, сколько. Одну, по крайней мере, по нашей инициативе закрыли. Потому что рядом с аэропортом было, там куча птиц собирается. А остальные все действия, все лага завалены тем мусором. А это все равно, это вред большой. Проникает под земные воды, вся эта дрянь, которая там получается. И основной вред приносит вот это пищевые отходы. Их больше всего, более 30%. И они как раз и вредят всей окружающей среде, и населению. И горит это все. В общем, страшная вещь. Почему у нас во всех крупных городах, вокруг, очень много мусорных свалок? Ну, потому что вывозят и сбрасывают, и все. И они же все, потому что они оформлены, что ли. А что мешает их переработать? Желаний нету. Перевозчики мешают. И власть, которая их поддерживает. Они не хотят этого. Они прямые деньги получают. Но это наши деньги. То есть, с каждого человека за перевозку мусора, кстати, берут деньги рыбичные. Это тарифы они придумывают. За эти деньги можно перерабатывать и утилизировать мусор? Конечно, все можно создать. А ким этого не понимают или не хотят? Все непонятно. Понимают, они ничего не хотят делать. Тем более, это наше предложение. А мы, я никогда не был никаким коррупционером, и никогда не стремился, и никого не подводил к этому. А там все сидят, взят щенки. Откаты. Вот сейчас, допустим, в Алмате, казалось бы. Самые лучшие улицы, это Аль-Фарабия и, допустим, Проспект Абая. Они всегда были в нормальном состоянии. Но сейчас ее опять содрали, опять эти бордюры. Хотя у нас много мест, где нужно сделать нормальную дорогу, как говорится. В самой Алмате. Нет вот этого. Но это самое выгодное дело. Если продолжать в том же духе, не перерабатывать, не утилизировать, а просто складывать его на свалках, какие будут последствия? Ничего хорошего не будет. Свалки в основном делаются в поймах, в оврагах и прочее. Вот эти, где камень, в Алмате, допустим, там добывают щебень. То есть это балуногаричник, потом щебень его превращают. Вот большие, так сказать, емкости образуются. Туда сваливают. А там это как раз поступление. Вот все подземные воды формируются за счет рек. Вот по руслу рек это постепенно, постепенно они, кстати, опускаются и образуется такая вот балуногаричник в основном. То есть они намокают и держат как губка воду. Ну, потом сверлят, вытаскивают воду. У нас сейчас воды все меньше и меньше. Жуткая вещь. В Алматы вообще-то была предназначена, то есть это рассчитывалось в Академии наук СССР в советское время, на 700 тысяч человек. Больше нельзя. Это с учетом воды, там, значит, других вещей, земельных угодий, что угодно. Ну, там весь комплекс рассматривается. И больше 700 тысяч нельзя. А почему сейчас живут 3 миллиона? Ну, потому что идиотское, вот согнали весь народ с села, города. Делают человейники. Когда у людей крыша едет от всего этого. Бесконечного обмана, бесконечного повышения цен, так сказать, с этими кредитами и прочими, люди вообще ненормальными становятся. Мало того, что они безграмотные. Вот 30 лет такой политики привело к безграмотности населения. А какие экологические бедствия ждут Алмату с учетом вот этого населения? Ну, во-первых, воды не будет. Она стремительно кончается. Второе, сточные воды увеличиваются. Тоже надо их решать. Кроме этого, у нас загазованность очень высокая. Вот никто никогда не говорит о проблеме, которая... Все считают, что это вот там ТЭЦ-2. Да ни хрена, это ничего нет. ТЭЦ правильно был распроектирован. Даже если с горы смотришь, когда чистое небо, он идет мимо города, дым от трубы... Проветривается. Он идет мимо, он в город не заходит. А сейчас... Миллион... То есть 700 тысяч, говорят, машина. Кошмар же это. Ездить невозможно. В часы пик это бесконечные пробки. Стоят тысячи людей. Опаздывают, нервы. Это, в общем, все взаимосвязано. И вот резина. Через каждые два года каждый водитель старается поменять резину. Куда делась эта сантиметровая толщина резины? Она стирается. Микро... Так сказать, частицы резины... Вот это как раз создает вот этот смог. Мало того, это мощный канцероген. Попадая в легкие, он там оседается, он не гниет, ничего, но он лежит. И основа для раковых заболеваний, как говорится. И многих других. Одним словом, ничего хорошего у нас нет. Ну и в конце расскажите, пожалуйста, какие, скажем, самые масштабные угрозы экологические, климатические в ближайшее время ожидает наша страна? С чем она столкнется? И как с ней надо бороться? Ну, вот если взять вот эти вот озера, Каспий, Орал, Балхаш – это дно большого моря. Тенгрии. Тетис. Тетис, да. Это было большое море. Самые глубокие места в виде озера-то и остались. Ну, Орал мы уже похоронили, потому что отобрали не в воду. Сейчас Каспий мелеет интенсивно. Это, в общем-то, жительница многих животных, растений и всего другого. Ну и Балхаш на грани гибели. Его средняя глубина всего 6 метров. А площадь испарения очень гигантская. 80% воды Балхаш приходит по реке Ильи. Но его тоже. А сейчас летнее время, допустим, в районе Баканаса уже пешком можно пройти без всяких мостов и чего-то. То есть истощаются водные ресурсы. А кроме воды, что еще? Ну как, у нас проблема, допустим, Палатинского полигона до сих пор она есть. Значит, никто никогда не занимался этой проблемой. Никто не исследовал, что там происходит. Но люди продолжают там рядом жить, в общем-то. Они раньше лазили во все эти штольни, оттуда вытаскивали те, как сказать, радиационно зараженные кобеля и все остальное. И потом болели. Ничего не делается для вот этих вот людей, которые во время испытаний там находились, как говорится, работали там. Они, в слове, ничего не делается. Ну, проблема городов, они все и есть. Это проблема источных вод, проблема мусора. И каждый город себе какую-то угрозу нечет. А какие последствия? Последствия, потери здоровья, нищета. Если мы так дальше будем разрабатывать наши подземные пока, что осталось, ресурсы, мы все это быстро растратим. Поэтому проблема воды нарастает с каждым днем. Загрязненность городов очень сильная, это болезни и все остальное. То есть их хватает, короче. Везде проблемы есть. Но их надо решать именно системно. Не то, что там какую-то отдельную взяли. Вот сейчас, допустим, в Алмате идут сейчас такие люди возмущенные. Они лишились воды, в общем-то. Там тоже вориши есть, которые построили бассейны, там заполненные водой, как говорится. А у людей питьевой нет, им возят водовозами. Вот они сейчас очень сильно возмущаются. А это тоже ни к чему хорошему не приведет. Поэтому Алматы, вообще она рассчитана на 700 тысяч человек, а сейчас почти 3 миллиона. И он дальше имеет рост. То есть проблемы будут возрастать. Нехватка воды, нехватка пищи. Мы можем сейчас что-то сделать, чтобы вода была достаточной для жизни, комфортной? Ну, это очень сложно. Надо уменьшать населению, как говорится, Алматы. Они потребляют слишком много воды. Сейчас заворачивают вот Турген, Иссык, значит, Толгар. В Алмату сейчас вот. Они дают много срочных вод, как говорится. И мы безрассудно ведем эту работу с водой. Это ж надо... Вот Израиль, маленькая страна. Вообще там пустыня была. Но они придумали даже капельное решение. Нам сейчас это нужно внедрять. Люди, чтобы начали экономить. Экономить воду душевых и прочих. И какие-то бассейны наполняют. Мы должны беречь каждую воду. Каждую каплю воды, можно сказать. Без этого жизни не будет. Мало того, сейчас вот Алматы сиспичность сумасшедшая. 12 баллов. Она приравнивается, допустим, Индонезия, Чили, Япония, Курильские острова. Вот мы пятые, можно сказать. Это потенциально 12 баллов? Ну да. Это происходили, эти землетрясения. В 1912-м, по-моему, году было. В 1921-м. И через каждые 100 лет они происходят. Но сейчас это ускоряется. Шарахнет. Это будет братская могила. Зачем так надо строить? Вот есть понятие... Как она называется-то? Инерция покоя. Ну, допустим, вот стоит здание, высотное здание. А землетрясение... Баба сюда. Тут все это пошло, и это еще не уходит. Значит, оно должно сломаться. Выше бы эти этажей не строилось в Алмате. Это правильно понятно. Мало того, что эти расстояния между домами очень большие. Или деревья, если возможно, когда в связи с землетрясения люди могли выскочить. А сейчас никуда и выскочить не могут. Такое сумасшествие какое-то. Это чистейшая коррупция. Это выгодно строителям, это выгодно чиновникам. И вот система загоняет людей сюда, в Алмату. Молодежь особенно. Они не дадут ни образования своим детям. Постоянно мы в таком нищическом состоянии. Это тяжело. Очень тяжело. Банки-грабители в основном. Есть среди них более-менее банки, но в основном это бандиты. Со своим кредитованием таким. Все закредитованы. А это сумасшествие. Что вы хотели бы в целом? Какие правильные, так скажем, наставления подрастающему поколению сказать? Как вообще соблюдать экологический процесс? Людям надо реально меняться. Не сидеть на диванах и обсуждать о чем-то. Тихоря. Надо участвовать в жизни. В первую очередь надо участвовать в выборных кампаниях. Обязательно участвовать. Приходи, проголосуй, никого не веришь, вычеркни всех. Ничего сложного нет. 10 минут от дома фактически эти участки находятся. В школах, в каких-то зданиях. Потом надо приходить на выборы и проконтролировать. Чтобы у нас было нормальное, вранье, сплошное вранье в этой превыборной кампании. Судить надо за это. Тех, кто это организовывает. Потом, наверное, сейчас нам нужна промышленная политика. Сейчас нам нужно разобраться, что нам нужно в первую очередь, что нужно во вторую. Когда они без всяких, там 30-50 лет, а все это ахинея полная. Нужно конкретно, хотя бы на несколько лет мы уже знали, где что нам нужно сделать. Вот и реализация экологических проектов должна быть. Потому что дальше так нельзя. Мы просто похороним население, сделаем их больными, истериками, нервно истощенными людьми. Поэтому надо заниматься. Мы должны поднять здравоохранение однозначно. Отказаться от всех этих западных дел, как говорится. Там фарматерические компании, они диктуют все. Даже болезни они придумывают, как говорится. Нужна нормальная медицина, должна быть. Бесплатная. Государство не может существовать без людей. Она просто будет территорией. А если люди, значит это государство. Так поэтому государство должно заботиться о своих людях. Прежде всего, чтобы они были здоровы. Это образование нужно. Очень мощное образование должно быть. Начиная с преподавателей детских садов, как говорится, и кончая вузами. Науку надо поднять нам. Это все необходимые вещи, которые должно делать государство. А этого ничего нет пока. Спасибо, что нашли время. Пришли к нам сегодня и поделились своим мнением. Очень было интересно вас послушать. На самом деле, экологические вопросы, к сожалению, по сей день, они как были, так и остаются. Вопросы очень редко решаются. Уважаемые зрители, я еще раз хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях был общественный деятель, известный эколог Мелс Елиусызов. Обязательно напишите комментарии по поводу сегодняшнего выпуска. Ставьте лайки и пишите комментарии. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok